Привет! Это Камчатка с Александром Петровым, и мы продолжаем наши еженедельные выпуски рубрики «Камчатка. День за днём», рассказывающие о том, как жил наш полуостров в различные годы века Минушина. Эти выпуски основаны на старых документах и не менее старых публикациях газет до советского и советского фильмов. И, Боже, вас сохрани! Не читайте до обеда советских газет. Да ведь других нет. Вот никаких и не читайте. Однако сегодняшний еженедельный выпуск будет не еженедельный. Он будет большим по времени, большим по объёму, потому что из-за запаздывания этих выпусков рубрики «Камчатка. День за днём» я отстал на месте. Поэтому сегодня мы узнаем о том, что происходило на нашем полуострове с 6 августа до самого последнего дня, последнего месяца лета, в разные годы века Винувшего. Набирайтесь терпения, усаживайтесь поудобнее и слушайте. Кстати, напомню, что «ща» значит «щаранской», «совестливость», «рукопожатность», «энтеллигентность». Левна Танавича Ранской, генеральный секретарь КПСР, креативная партия «Свободы совести», величайший правозащитник всех времён и народов. А мы приступаем к нашим увлекательным коробедческим изысканиям. Шестой день августа 1941 года. Только-только началась Великая Отечественная война. Газета «Камчатская правда» сообщает, что колхозники рыболовецких артелей Октябрь, пионер Запада, 1 мая Большеретского района, проникнули чувством патриотической любви к своей родине, вносят в фонд обороны трудовые средства, чтобы ускорить гибель оголтелого врага, фашистов. Рыбаки колхоза Октябрь, пишет газета, передали в фонд обороны первой у логу лососёвые рыбы 350 центнеров, а также внесли в двухъемных заработок. 250 центнеров рыбы и 10 тысяч рублей деньгами внесли колхозы артелей пионер Запада. 300 центнеров рыбы сдали в фонд обороны рыбаки колхоза 1 мая. Колхозник села Соболева, Тихон Николаевич Ломан, полудивший подополнительное платье труда 8 поросят 4 передах фонд обороны. День следующий. Нет, тот же самый день, то же самое 6 августа. Только уже год, 1966 год. Газета «Камчатская правда» сообщает, что Камчатка – седьмая область Российской Федерации, в которой полностью автоматизирована телефонная связь. Такое сообщение, пишет газета, поступит дней через 15. А пока в Усть-Камчатске идет монтаж автоматической телефонной станции на 300 абонентных номеров. Монтаж. Ведут работник Петропавловской дирекции радиотрансляционной сети Валерий Владимирович Кузьмин, техник Елизовского узла связи Юрий Арнольдович Мэнглан, работник Усть-Камчатского узла связи Владимир Иванович Кулаков. Перед небольшим коллективом специалистов была поставлена ответственная задача, пишет Камчатская правда, в рекордно короткий срок за два месяца установить АТС. Это задание успешно выполняется. С вводом АТС в Усть-Камчатске будет завершена автоматизация телефонной связи в нашей области. Кстати, я напомню, что с полными текстами газетных публикаций вы можете познакомиться на моем канале сервиса Яндекс.Ц. Ссылка на канал находится в описании под роликом. Канал так и называется, как канал моего любви. Камчатка с Александром. А мы продолжаем чтение. 6 августа 1966 года. Газета Марьян Корректор. Сообщает о лекциях на разные темы. За последнее время на предприятиях и в организациях нашего управления Прочитаны лекции на различные темы. Человек в космическом пространстве. Такова тема лекции инженера технического отдела управления члена общества знания товарища Гусева. С интересной лекцией о международном положении выступил перед работником управления флота член общества знания товарища Гусева. Детская преступность. Ее причины и борьба с миром. Лекцию на эту тему прочла работникам конторы Доркбол Франс и юрист товарища Гелина. Работники экспедиционного отряда аварийно-спасательных, судоподъемных и подводно-технических работ с интересом прослушали лекцию товарища Горина о порядке применения льгот на Крайнем Севере, пишет газета Марьян Корчаткин. Прокурор города товарищ Коробов выступил перед рабочими в механической мастерской Петропавловского морского порта с лекцией борьба с пьянством и хулиганством. День следований. Седьмой день июля, год 1942-й, газета «Камчатская правда». Сообщают, что домохозяйки Петропавловска продолжают оказывать всемирную помощь фронту, активно участвуя в сборе теплой одежды для героической Красной Армии. Подписываются на билеты денежно-пущевой лотереи. Неоднократно оказывала материальную помощь фронту домохозяйка Анна Емельяновна Супынова, проживающая по набережной улице, дом номер 60. Всякий раз, как только проходит какое-либо общественное мероприятие, направленное на оказание помощи фронту, Анна Емельяновна считает своим долгом участвовать в фронту. Помочь фронту пишет «Камчатская правда». Восьмой день, августа. Тридцать седьмой год века не прошла. Та же самая главная газета «Полуострова» сообщает, что парашютная вышка готова. Год тому назад, пишет газета, «Петропавловская молодежь предъявила к аэроклубу справедливое требование построить в областном центре парашютную вышку». Требование было предъявлено. Вместе с парком культуры и отдыха, союза рыбников, аэроклуб вскоре приступил к строительству первой на Камчатке вышки. 1 августа текущего года состоялось открытие вышки сообщего газета. В присутствии многочисленных зрителей свыше прыгали один за другим, начинающие парашютисты. Из 46 прыжков, совершенных в тот день, значительная часть приходится на девушек. Продолжаем наше знакомство с днями минувших лет. 9-й день августа, год 1944. Автор Королевиков пишет в Камчатской празднике, что после капитального ремонта на базе Махавая вступил в эксплуатацию консервный цех. Цех выпускает закусочные рыбные консервы, жареная лосось и навага масли в тресках в топоте. В цехе работают исключительно женщины. Уже выпущены первые десятки ящиков закусочных консервов. День следующий, 10 августа 1939 год. На обработке рыбы работают 50 домохозяек. Так, озаглавлено сообщение, перененое в редакцию по телеграфу из Кирчика. По примеру, советожон инженерно-технических работников центральной базы комбината. На первой базе Кирчинского комбината домохозяйки принимают активное участие в выполнении плана путины. На резке и мойке рыбы работают 50 домохозяек. Пишет Корченская правда. Все они передуполняют норму выработки, помогают вновь прибывшим рабочим осваивать технику обработки рыбы. 11 августа 1956 года. Сообщение исключений. Камчатский облдрамтеатр показал трудящимся рабочего поселка пьесы в добрый час «Ленчики и в сиреневом саду». Состоялось 9 спектаклей. Зрители горячо одобрели игру артистов. Особенно понравилось зрителям игру артистов. Товарищей Соловьевой, Абазарьев, Петеньевой, Казанцева, Абрамова, Локтионова, Родионова. На лобе жирующая сельника. Так называется заметка, опубликованная 12 августа 1959 года в газете «Карягский коммунист». Кстати, эта газета выходит до сих пор в Паване, в столице «Карягского оборота». Только сейчас она называется «Народовластей». Артель Сталин из Алюторского района пишет газета «Карягский коммунизм». Небольшое рыболовецкое хозяйство, но в колхозе имеется три малых рыболовных сельника. Беспощадный, Бердянск, Быстрый. Сейчас экипажи судов, возглавляемые капитанами товарищем Марышевым, Красюковым и Лузин ведут активно и лоб жирующие сельники. Между командами развернуто социалистическое соревнование за досочное выполнение обязательств первого года сельника. Первые недели промысла пишет газета «Карягской коммунисты». Принесли неплохие успехи. Лучшие результаты у рыбаков беспощадного. На их счету 1300 центнера в рыбу с каждым днем колхозные рыбаки наращивают темпы промысла. 13-й день августа 1917-й год газета «Камчатский листок» публикует объявление. В фотографии Колбакова СИП извещает, что им получены открытки фототипии местных видов. Продаются в магазинах и в фотографии по 12 копеек за штук. День следующий. 14-й день августа 1917-го года. Это уже мы знакомимся не с газетными публикациями, а с документом, с протоколом заседания Петропавловского областного комитета. Пункт 4-й день августа «Камчатский листок». Заслушаем. 1-е заявление учителя из Камчатской школы с просьбой передать училищу, находящийся в доме бывшего губернатора, граммофон с плосинками. Ввиду неопределенности положения имущества, приобретенного для дома губернатора, вопрос оставить открытым. Пункт 4-й. Заявление начальника милиции Чикотского полуострова Попова с просьбой разрешить ему группировать местных торговцев по тем пунктам, где он найдет это более удобным, чтобы таким образом следить за их деятельностью. Совет решил сообщить Попову, что для группировки торгующих в определенных пунктах нет законных оснований, что практически это не выполнено. Со злоупотреблениями торговцев необходимо бороться с законными средствами. Почему Чикотко спросите вы? Я открою вам этот страшный секрет, потому что знаю, вы ничего не соображаете в административно-территориальном делении существа вашем в Российской империи, в Советском Союзе, и ничего не знаете об административно-территориальном делении в нынешней ресурсной федерации. До 56-го года прошлого века Чикотко входило в состав Камчатской области. День следующий, 15 августа 1943-го года газета «Камчатская правда» публикует статью секретаря Оливудского райкома ВКП Бегошина «Морские котики». Дегошин пишет основное богатство командор «Котики». «Револ котиковы на острове начинается обычно около середины мая. Они массами занимают определенные участки берега, размножаются здесь и осенью снова уходят на юг. Котиковый промысел, пишет секретарь, райком ВКПБ состоит из оцепления от горна и забоя зверя, а также обработки и консервирования шуток. Промысел начинается после полного заполнения одежды. Начало от горна и забоя зверя определяется опытной промышленностью. Алиуты имеют богатый опыт организации промысла. За время Отечественной войны они уже третий раз промышляют зверя и всегда перевыполняют план. И завершает свою большую статью секретарь Алиутского райкома ВКПБ Егор следующее основание. В результате фронтовой работы коллектива зверосовхоза страна обещают высококачественную душу Камчатское золото. Жители Командорских островов честно выполняют приказ товарища Сталина Туфу. Трудятся не покладая руды, добываясь высоко в выходе до пушнины и хорошего ее качества. В этом трудящие сопли Утры видят свою помощь Красной Армии в борьбе против немецко-фашистских бандов. Опять документ Обязательное постановление Камчатского областного продовольственного комитета 16 августа 1917 года. Продовольственный комитет установил следующие цены на рыбу по городу Петропавловску на 17-й год в предызменение. Первое. За одну штуку свежей рыбы Красной, Кижицы и Хальфо при розничной продаже не дороже 40 копеек. Второе. За одну штуку Карпуши не дороже 10 копеек. За неисполнение всего обязательного постановления виновные подвергаются ответственности по 29-й статье установления о наказаниях, налагаемых мировыми судьями, в редакции постановления вредного правительства 27 марта 1917 года. Подписал это обязательное постановление председателя продовольственного комитета Прожевусской. 16-й день августа 1936 года. Назерокамчатская правда в заменке 70 километров прошли в противогазах. Пишет, что группа работников порта в составе грузчика Лоскутова, пожарника Попова, моториста Микифорова и Гусева под командой кандидатов члены партии товарища Лоскутова 14 августа в 9 часов утра вышли в селение Хунтер противогаза. 35-ти километровое расстояние ими было покрыто в 7 часов. Если не считать назначительной заменки, происшедший из Гусева переход прошел исключительно хорошо. Никто не снимал противогаз и не жаловался на плохое физическое состояние. Это сугубая глупость осуществлять многокилометровые переходы в противогазах. Хотя, собственно говоря, что умного вы могли ожидать от Советской вековы, в которой человек был расходным материалом. Болваны, слабаки, педерасы! Правильно в свое время написал Эдмунд Ятковский. И захлопала И захлопала железная когорта Люди винтики, шурупы и болты, пенсионное говно второго сорта, ветераны из конвоя ворот. А мы продолжаем наши чтения. 17 августа 1935 года газета «Камчатская правда» сообщила об экспедиции наркомзема СССР в Карякском округе. Начальник экспедиции наркомзема СССР по земле и водорустройству Пенжинского и Алютерского районов Карякского округа товарищ Арельской в беседе с нашим сотрудником пишет газета поделился итогами трехгодичной работы экспедиции. Основной задачей нашей экспедиции говорит товарищ Арельской была проработка с возможно большей массой населения проектов распределения хозяйственных угодий. Проекты были составлены с расчетом дальней большей возможности для беспрепятственного развития основных отраслей хозяйства населения а также создать предпосылки для разворота второстепенных обраслей чтобы увеличить товарность хозяйств и обеспечить более высокую культурную зажимную жизнь национального населения. Что вы поняли из этого убогого большевицко-канцелярского слэпля? Наверняка ровным счетом ничего. Впрочем, как я уже говорил с полным текстом всех рассмотренных газетных публикаций вы можете познакомиться на моем канале Яндекс.Дзен по ссылке в описании. 18-й день августа год 37-й век выжившие на Камчатку несколько лет тому назад быстро прижились к местным условиям, которые долгое время считались неблагоприятными для полета. Сейчас уже трудно найти более или менее крупные населенные бухты. Где не бывали самолеты. Стальные птицы были в бухте ложных вестей, на острове Карабинском, в Карабинской бухте, в Кичике, Усть-Камчатске, Жупаново, Ключах, Козыревске, Верхнекамчатске, во всех комбинатах, расположенных на берегу Ахутского моря. Самолеты облетели вдоль и поперек весь Чиконский полуостров. Рокот самолета снахоладут. Самолет встречали и авиаты. Лет десять тому назад, пишет пилот второго класса Жиган, у берегов Командольских островов хотел опуститься английский летчик, но он в древес не разбился. С тех пор остров прято усламы, не достигая для самолета. В прошлом году мне удалось опровергнуть это и доказать, Командорские острова вполне могут принимать самолеты. Рад я, что дожил до этого времени. А мы продолжаем читать старые газеты. 19 день августа год 1959 Камчатская правда пишет о редком экземпляре гольца Круто годово во время одного из пританий бригада закиднула небо до товарища Нуртазина из колхоза ударник Соболевского района поймала необычно крупный экземпляр гольца. Он оказался весом 4 килограмма 600 граммов и длиной 67 сантиметров. В то время как обычный средний вес гольца составляет 300-400 граммов. День следующий 20 день августа 1940 год газета Камчатская правда в заметке паночки без крышек переданы по радио из Микояновска Микояновска это нынешняя актерельская пишет Пароход Щольц разгрузил 25 тысяч ящиков паночек но крышек оказалось только на 3 тысячи ящиков непонятно как грузили на паночки в авгарии дирекция комбината запросила управление 300-АКУ крышки доставить на самолете однако погода стоит плохой и вряд ли самолет скоро приедет 21-й день августа 1968 год газета Олимутская звезда до сих пор кстати выходящая на острове Берлинга публикуется заметку Гайгори ясно которую нельзя не прочитать полностью восхищаясь всей голубой цветистостью ее стиля с тех пор как грешник Прометей украл огонь у Бога и отдал его людям люди изобрели многое в том числе и электричество тоже своего рода огонь и только лишь своенравный командорский ветер пригонит к острову серые облака и забыв открыть для близира одну-две звезды над Никольским повисают желто-белые электрические огонь поворот рубильника и село оживает исполняющие обязанности начальника электростанции Кутиков рассказывали штат электрика у нас теперь полный не хватает лишь моториста в настоящее время мы ведем подготовку замены силовой линии на зверокухне уже провели капитальный ремонт генератора и двигателя на 125 киловатт 22 августа 1936 года нет пощады врагам народа пишет Камчатская Правда как только на строительстве судоремонтного завода была получена Камчатская Правда сообщением прокуратуры СССР о Троцисказиногевском блоке по всем цехам строительства состоялись массовые литинги трудящихся на митингах трудящиеся выражали в своих выступлениях глубочайшее возмущение деятельностью белоквартизм сообщества рабочая электроцеха и механической мастерской трудящиеся транспортного отдела монтажники цехов в первой очереди рабочая жилучастка рабочее строительство баношной фабрики все объединились в чувстве гнева и возмущения высказанных ими принятых резолюциях эти звери готовили новые террористические акты на наших любимых вождей партии правительства и в особенности на нашего друга отца и учителя любимого всеми трудящимися товарища Сталина говорится в решениях трудящихся стройки но их подлые расчеты оказались битыми нет и не может быть пощады не может быть снисхождения для врагов народа пытающихся отнять у народа его вождение иншаллах мы требуем от органов революционной законности применения к этим подонкам человечества высшие меры наказания вот такую вот любовь к крови картавые большевистские выходки из местечек воспитали в своем советском народе а мы продолжаем наши чтения 23 августа 1978 года опять газета «Алиутская звезда» «Поклониться командору» называется статья «В минувшую пятницу многие жители Никольского были свидетелями редкого зрелища в нашу бухту входил парусный корабль ну предположим небольшую яхту типа фолькбот трудно назвать кораблем тем не менее два горьких белых паруса удостоверяли что плавательный аппарат движется за счет ветра кто же отважился на столь отважные многомильные путешествия под парусом и какова цель наехода спрашивает газета «Людская звезда» и сама же отвечает в экипаже всего три человека капитан Виктор Петрович Потапенко начальник Камчатской базы правом лоб другие члены инженер базы Игорь Юстинович Поляков и корреспондент рыбацкой газеты за высокие углы Александра Протасенко я кстати скажу несколько слов об упомянутом Викторе Петровиче Потапенко который впоследствии стал генеральным директором объединения Камчат Рыбро как-то не задал до своей смерти Виктор Петрович рассказал совершенно замечательную историю о том как в 1951 году он 19 лет на Вильботе оснащенном односильным американским мотором выпущенным в 20-е годы на Вильботе на этом самом с односильным мотором прошел от пола спустился через мыс-лопатку и пришел в Петропавловск в одиночье продолжаем чтение 24 августа 1950 года газета «Известие» сообщает о восхождении на Овачинскую сотку 16 августа сего года пишет газета инспектор училища Новограмова инженер Магаринской и чех-экономист Урбанчик совершили восхождение на кратер Овачинской сотки высотанную уровне моря 8730 это уже второе в этом году восхождение пишет газета «Известие» первое восхождение сделали члены шведской научной экспедиции Эрик и Энси Хольдены 4 августа сего года Новограмов и его спутники поднимались на вулкан с 5 часов утра до 1 часов дня то есть 9 часов это точно на вершине вулкана они пробыли 2 часа назад спускались к палаткам подножия в течение 4 часов когда они поднимались наверх внизу шел дождик вверху падал снег которого выпало полтора сантиметра подъем был совершен в самом неприступном месте с головокружительной грудиной зелющими пропастями обрыва долго поднимались по льду наверху дудорецкий ветер на солнце термометр Цельсия показывал 1 градус тепла кратера 2 новый после извержения 1909 года и брежи очевидное извержение 1894 года день следующий 25 дня августа газета коряковский коммунист 1984 год газета сообщает что в сельском доме культуры села военполка состоялся вечер портрет он был посвящен ветерану труда киномеханику Ивану Пьевичу Кокаулину отдавшему делу пропаганды советского киноискусства 36 лет его трудовая биография началась в 15 лет пишет газета в районной киносети вот уже 20 лет он обслуживает военпатя день следующий 26 августа 1972 год газета моряк Камчатки публикует стихотворение второго помощника капитана танкера Иче Щипакина мы граждане своей страны и наша жизнь большая ценность когда для родины она когда вся ей посвящена ты можешь быть моряк солдат или рабочий врач ученый труд благороден твой свят коль он отчизне посвященный мы граждане своей страны для нас дела отчизны святой великой родины сыны великой партии солдат вот такие у нас были на Камчатке советские поэты судьба его наказала 27 августа 1937 года Камчатская правда пишет что горячие ключи близ села на Чике пользуются большой популярностью среди трудящихся города и колхозников окрестных сел сомнений в том что эти ключи обладают целебными свойствами нет никаких это обстоятельство создают постоянный притом купальщиков для купающихся пишет галета устроена деревянная ванна по специальным срубам подведена горячая и холодная вода людей в ванне за день бывает много среди них есть и здоровые есть и больные но все они моются в одной и той же ванне даже не продавая ее 28 августа 1919 газета камчатской вести публикует объявление контора уполномоченного министра снабжения и продовольствия в камчатской области просит трудовые артели отдельных лиц занимающихся приготовлением балыков и юг сдавать таковые в петропавловскую продовольственную лавку этим вы дадите возможность населению покупать приготовляемый вами продукт по доступной цене и не переплачивать за минуты несколько раз дороже объявление подписали временно исполняющие обязанности уполномоченного Кодырева и заведующие отделом Санинской 29 день августа 1938 года Камчатская правда призывает завершить строительство ветряхивницы в Мильково строительство ветеринарной лихивницы в Мильковском районе пишет газета ведется с 1934 года до сих пор не закончено здание стоит без корешей для полного окончания строительства нужны гвозди железо стекло печные приборы кирпич все эти материалы могли быть давно в районе если бы своевременно была дана заявка 9000 штук кирпича может быть изготовлено на ветеринарной необходимо принять срочные меры и не допустить затяжки строительства ветряхивницы еще на год нужно 50 тысяч рублей для полного окончания всех работ 16300 рублей должен дать облздраву так как это сумма не застегнувания на ветряхивницу из расхода на строительство ветеринарной слеев и никола 31 августа 1941 года камчатская правда ребята товарищи не устроило хорошо проводит сбор ягод для камчан торта план сбора жимовости уже значительный перепутал заготовленная продукция засахарена но отстает было скорее в город надо этот недостаток устранить пишет автор заметки шахматов к ставим эта заметка передана по телефону из николаевки наконец-то вы узнали правду 31 августа последний день лета 1969 год газета за высокие уголы впоследствии ставшая рыбаком камчатки в заметке Фадеева называющаяся в бухте Беринга сообщает что оживленная в эти дни на плавбазе советская камчатка не успела отбор отшвартоваться плавбаза Чукотка ее место заняло 50 лет октября у дорогого борта стоян космос и раздол 26 августа экипаж советской камчатки обслужил правом веры Каши Гочек Кавачик Клинчук и другие СРНР однако очередь не убывали бочка и соль промысловое снаряжение так необходимы сейчас на сельдяной кучине к услугам рыбаков и магазины плавбаз пополнившиеся товары закончен сегодняшний большой выпуск рубрики Камчатка В ней было рассказано о том что происходило на полуострове с 6 августа до конца последнего летнего месяца теперь как вы уже привыкли ставьте лайки если вам нравится узнавать что творилось на нашем полуострове в разные годы веками пишите комментарии если вы здесь впервые то выполните рекомендации по этой подсказке в правом дошли на двое кран для того чтобы не пропустить новые ангелы на канале до свидания